Праздник Святой Троицы Господи, милосердный наш, мы Тебя благодарим за то, что Ты собрал нас здесь. Господи, прибудь с нами на этом собрании. Открой наши уста, Господи, чтобы мы могли поделиться полезным друг для друга, узнать нужды друг друга. И всячески позаботиться друг о друге. Господи, дай нам это общение в Духе Твоем Святом. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, ну, давайте прочитаем сегодняшнее чтение Деяния Святых Апостолов. Сегодня, кстати, там много читать придется, если... Но мы немножко прочитаем. Деяния, 2 глава, 1 по 4 стих. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать. Толгование блаженного Феофилакта. Потому что, когда должен был сойти серп на жатву, когда следовало собирать плоды, тогда должен был сойти и серп, слово. И как бы вместо серпа слетал изощренный Дух Святый. Матфея, 9 глава, 37 стих. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делать или мало. Иоанна 4, 35. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Восприняв начатки, Христос сам первый вознес их. Сам же первый послал и серп. Под начатками, это я уже комментарий от себя говорю, подразумевается наше человеческое естество, которое мы получили при создании. То есть Адам получил вот эти начатки. Христос принял вот эти начатки на себя. Он стал человеком, Господь. Дальше читаю. Потому что этому следовало быть, когда снова наступит праздник, чтобы бывшие при кресте Христовом могли видеть и это. Пострадавший по плоти добровольную страстью и воскресший из мертвых, Господь совоскресил с собой и нас, умерших грехом, и разрушил власть дьявола. И поэтому до Пятидесятницы от Пасхи мы на молитве не делаем земных поклонов, воспевая победу над нашими врагами. Псалом 19.9 Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Но при явлении нам в огненных языках Духа Святого мы преклоняем колено, не вынося этого зрелища и показывая, что через Святого Духа мы познали совершенное поклонение Святой Троице. Потому что Дух есть Бог. То есть мы не преклоняем колено, Церковь запрещает преклонять колено в субботние воскресные дни. Но здесь просто невыносимо. Дух Святой сходит и невыносимо, и все падают ниц, как бы все падают на колени. От такого вот зрелища, от такого явления Духа Святого. Это уже мой комментарий. Иоанна 4.24 Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Сошествие Святого Духа совершилось в день Пятидесятницы по следующей причине. В день Пятидесятницы в Ветхом Завете дан был закон. Итак, в какой день дал бы им закон, написанный на скрижалях? Тот же день даровано законоположению Святого Духа. Начертанное не на скрижалях, но на сердцах. В день Пятидесятницы народ израильский получил закон в пустыне Синайской, потому что в четырнадцатый день первого месяца по лунному счислению, когда праздновали опресники и тайну Пасхи, вышли сына Израилева из Египта. От четырнадцатого дня, считай, до конца месяца семнадцать дней. Потом тридцать дней следующего месяца и три дня третьего. Вот на сколько дней Пятидесятница, позже праздника опресников или Пасхи. Итак, от четырнадцатого дня первого месяца до третьего дня третьего месяца пятьдесят дней. Исход девятнадцатого глава, первый десятый стих. Или, получается, семь седмин. Итак, в какой день дан закон? В тот же день нужно было даровать и благодать Духа. Потому что, как Спаситель, имея понести святое страдание, благоволил предать себя на это страдание не в иное время, но в то, в которое заколали агнца, чтобы связать истину самым образом. Так и в сошествии Святого Духа мы по благоизволению свыше, так и сошествии Святого Духа по благоизволению свыше, да ровно не в иное время, но в то, в которое дан закон, чтобы показать, что и тогда законополагал, и теперь законополагает Дух Святый. Итак, в Ветхом Завете закон дал бы 50-й день. А после пришествия в обетованную землю израильтяне и в память об этом событии устроили праздник. И в это время от начатков новых плодов и от новых колоссев приносили Богу. И это было символом праздника. Так и в день Пятидесятницы сносили снопы новых плодов и разные лица сходились под одно небо. То в тот же день имело быть, чтобы начатки от всякого народа всех живущих под небо народов собирались в один сноп благочестия и по слову апостольскому приводились к Богу. Сноп колоссев служил прообразом этого, чтобы предобозначить с собой снопы душ, собираемых из разных стран и приводимых к Богу. Почему сошествие Святого Духа было не без чувственных символов? Не просто был шум, но шум с неба и внезапный, чтобы более изумить их. Говорит, что сошествие Духа было с большей сильной быстротой и заставило всех сойтись и сбежаться туда. Дух Святый наполнил весь дом, чтобы показать, что дар этот дарован не отдельно кому-нибудь, но всей полноте церкви, потому что дом был символом церкви, как купель символом воды, а это знак обилия и силы. На дом наполнился, ни дно дом наполнился, ни огнем, потому что это принудило бы их удалиться. Прекрасно говорит, что разделились, дабы ты узнал, что посланная утешителем сила одна и та же. Итак, не просто был ветер, не просто огонь, но Дух Святый, являвшийся там. Наблюдай, когда Иоанн видел Святого Духа, то видел его в образе голубя. Апостолам же нужно было видеть его в образе огня. Апостол Петр не напрасно приводит слова пророка, когда говорит, «И будет в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа Моего на всякую плоть». Теяния 2,17. И они не просто приняли, но исполнились от Духа Святого, и при том все, а не апостолы только. Для чего же Он явился в виде огня? Для того, чтобы показать, что Он одного и того же существа с тем, кто над Купиной явился также в виде огня. С головы же исполнил всего человека и был виден на головах у них огонь не сожигающий, но освещающий и просвещающий. Почему же они приняли языки не на уста, а на голову? Не на язык, то есть не на физический орган дан Дух, чтобы не подумали, что они из своего чрева и своих уст произносят то, чего не имели. Но как поднимающиеся на небо воды занимают вершины гор и уже с высот спускаются в долины, так благодать Духа, заняв верхнюю часть головы, как бы гору, распространилась потом на мозг, потом на уста и на сердце, из головы наполнилась собою совершенно всего человека. Почему же еще повторяю на голову? Потому что апостолы рукополагались в это время в учителе вселенной, а рукоположение совершается не иначе, как на голову. Итак, тем, что языки были над головами, показывается образ рукоположения, потому что рукоположение совершается через возложение рук на голову, каковой образ рукоположения в силе и до ныне. Так как сошествие Святого Духа бывает в ныне в невидимом образом, то на голову рукополагаемого архиерея возлагается Евангелие. И когда оно возлагается, тогда в этом следует видеть не иное, что как покоящийся на голове огненный язык. Язык ради проповеди, огненный в силу слов. Лука 12, 49 Огонь пришел я не извести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Всякий муж, совершающий священодействие, есть трон Божий. Благодать Божия благоволила определить изначально, чтобы слово апостолов было действенно, потому что зачем проповедники, если бы не было слушателей, а так как начаткам из язычников следовало стать участниками веры и с самых первых дней, то писатель прибавляет, начали говорить на иных языках. Почему же дар языков апостола получили прежде других дарований? Потому что имели разойтись по всем странам, и как во время столпотворения один язык разделился на многие, так теперь многие языки соединились в одном человеке. И один и тот же человек по внушению Святого Духа стал говорить на персидском, на римском и на индийском, и на многих других языках. И дар этот назывался даром языков, потому что апостолы могли говорить на многих языках. Не от себя говорили, но провещевали от Духа Божия, проповедуя, то есть розумевая, и провозглашая изреченные святыми пророками свидетельства о Христе. Игнатий Тихонович Лапкин дает здесь комментарий. Ученикам Христовым было дано обетование находиться в Иерусалиме и ждать обещанного утешителя Духа Святого. Люди любят ездить по святым местам, искать знаменитости, приобретать сувениры. Христос отменил все поездки, все виды передвижения одним приказом – ждать. Прошло томительных десять дней, почти полного бездействия, не считая молитвы и ожидания. Весь мир жил так же в этот день с раннего утра, как и вчера. Согласно Писанию, ни один человек на земле даже не подозревал, что на землю уже послан Дух Святой. И сегодня над Иерусалимом опустился серб Слова, и будут пожаты первые созревшие колоссия. Прошли тысячелетия, наполняются житницы небесные, готовые пшеницей. И ни одного зернышка нет там, которое не испытало бы на себе влияние проповеди Слова Божия. Никакая обрядность пения, богослужения святые не названы серпом Слова. Все это только результатом будет того, когда пройдется серп проповеди, и душа обратится к Богу и воспоет. Аллилуйя! Кто ответит за то, что целые страны, такие как Россия, так и не получили этого указания, чтобы каждый христианин серпом Слова с проповедью Евангелия шел в этот погибающий мир. Очевидно, что и прихожане Иоанна, сына Секунда, то есть Златоуста, мало обращали внимания на работу с этим серпом в руках. Вот его стоны и призывы со святительской кафедры. Не предоставляйте всего учителям, не возлагайте всего на предстоятелей. Вы можете, и вы можете назидать друг друга. Вы можете, если захотите, больше нас делать друг для друга, говорит святитель, ибо вы чаще обращаетесь друг с другом. Лучше нас знаете дела свои, видите взаимные недостатки, больше имейте откровенности, любви и общительности. А это немаловажно для научения, но доставляет великие и благодетельные удобства. Вы лучше нас можете обличать и убеждать друг друга. Притом я один, а вас много, и все вы, сколько вас есть, можете быть учителями. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Боже, слава тебе. Начинаем мы собрания сегодняшние. И действительно, наверное, за всю историю православной церкви, там, ну, наверное, так уже с 4 века начиная, никто об этом и не говорит о том, что сошествие Духа Святого должно сопровождаться с открытостью и с благовестием миру, как это было при апостолах, мы видим. Я долго думал на этот счет, почему, почему православные об этом не говорят и не делятся никогда, все в себе замыкают. Почему сегодня это есть? И вчера это было, и много лет это было, тысячелетия. Почему? Один только ответ пришел на ответ. Потому что, если Дух Святой сошел на человека, он пойдет и будет. Дух Святой будет через него провещевать. Получается, Дух Святой не сходил на многих, на тысячи-тысячи, которых мы знаем и предков своих. Они не слышали Слово Божие как должное. И, соответственно, они не получали этого Духа. И, соответственно, они не могли идти направо проповедь. А Ишли совершенно другим занимались. И целые империи развалились, пали, монастыри разрушены, храмы свержены, священники расстреляны были. Все это от отсутствия проповеди. И ничего нам это не... Мы это ни капельки, нас это никак не трогает. Мы такие остаемся, все держимся за то же самое. Хотя сегодняшний день должен вообще всех подвергнуть, всем просто... всех потрясти, сказать, как же, почему они так, а мы по-другому. И... И Златоуст говорит так. Сегодняшний праздник Святая Троица, Пятидесятница, День Пятидесятницы. На самом деле, этот праздник каждый день у христиан. Потому что христиане каждый день вводимы Духом Святым. То есть, это не праздник одного дня, это праздник всей жизни христианина и христиан всех до скончания века, до последнего дня. И поэтому и названо это деяние... Иоанн Златоуст называет не деяние апостолов, а деяние Святого Духа. То есть, Дух Святой дальше действует через свои избранные сосуды, через своих учеников. Мы должны ему полностью довериться во всем. Все, все, что нам не дает, все, что мы препятствуем, мы должны это убрать. Все, что ему препятствует, это все наши я. Отвергнув себя полностью. Где-то мы что-то любим, там, поесть, поспать, не знаю, какие-то привязанности у нас к миру, к дому. Все должно быть это повержено, повержено. Ничего этого не должно быть. Мы должны дать действовать Святому Духу в себе. Он не может действовать, если ты неровная гладь, если у тебя стоят горы, они должны все, горы должны стать равними, как и говорит Иван Креститель, что исправьте пути ваши. Холмы, говорит, да помезется. Ну вот, братья, хотелось бы об этом поделиться сегодня, вот в этой неделе, что произошло. Но, братья наши, Николай и Анатолий Тарасов, Николай Астахов, Анатолий Тарасов, сегодня в Барнауле, вчера они, позавчера приехал Николай, все его Игорь Дубунов встретил, у себя приутил, он там ночью не спал, комары его сожрали, он приехал, у него кровь, видать, голубая, белая, и сожрали его. Ну и, вот, вчера Анатолий Тарасов приехал, и даже вроде как на богослужение он успел, слава Богу, вечерние, сегодня они должны были быть на богослужении, и с батюшкой они приедут сейчас в Потеряевку на помощь Игнатию Тихонычу и братьям. Так, поэтому благодарю всех за молитвы, и дальше будем молиться, чтобы у них там все получилось. Там большая работа предстоит по озеру, поэтому по пруду эти сваи забивать, там их чистить, там вообще нечеловеческая работа, и чтобы никто не роптал, все выдержали это дело. Еще будет, также, и такая новость, тоже вот, всего, на этой неделе Ольга Глазунова, одна сестра, которая в прошлом году, я вот, вы ее, наверное, видели по роликам, она как на Игнатию Тихонычу приходила, вот мы с ней связались, ну вот у нее такое горе произошло, я просил тут молиться, обнаружили рак, болезнь, и даже уже операции сделали, смертельные, там вот эта болезнь, и все вот эти по женской, все части, все там вырезали, ну и все это еще не заканчивается, врачи говорят, ей надо на химиотерапию идти, этот на химию, и вот ей предстоит эта химия, так что прошу тоже молиться, и она еще не крещена, как положено, трекратное погружение, тут, поэтому, ну мы как-то посовещались, и подумали, и она тоже решили, что надо ей все равно постараться в этом году, в июле, потому что неизвестно, что будет дальше, принять крещение, постараться, а там как Бог будет, как Бог даст, будет видно, она вот купила 8 числа, Елена Гладущук, ее, вот они вместе должны приехать, ну если Бог даст, живо будем, то есть пока так планируется, чтобы все-таки ей попасть на крещение, но и она сама говорит, и мы сами не знаем, как она будет себя чувствовать после этой химиотерапии, то есть тут нужно божественное вмешательство, то есть что-то нужно, потому что люди, бывает, ослабевают так, и вообще потом умирают даже, такое тоже бывает, но здесь мы надеемся на милость Божию, если угодно Богу, чтобы она попала на это крещение, прошу всех молитв, у нее также дочерь есть, в Краснодаре живет, тоже сильно расположена сейчас, и вот с этими событиями, которые произошли с матерью, то есть с болезнями, Бог так поворачивает, что сейчас она смотрит и ролики, мы тоже с ней общались, она с Николаем Астаховым общалась, но муж у нее пьющий, то есть тоже помолитесь, пожалуйста, она тоже хочет приехать, но ни денег сейчас, ничего, нет возможности, неизвестно получится ли, но хотя бы, чтобы она тут с нами была, тоже к нам в группу попала, молиться начала, и Господь, чтобы стал с ней, на нее действовать, вот, дочь, ты как зовут Ольга у вас, я же забыл, сейчас у меня где-то есть, в телефоне записано, так, сейчас скажу, Наталья, Наталья зовут дочь, то есть Наталья, и Ольга, об Ольге, тоже прошу помолиться, так, ну вот, что еще можно сказать об этом, на этой неделе, что было, а, ну вот, по поводу, 4 июня, также я сейчас прошу, да, молиться, у нас на работе, начали брать, кровь, на антитела, ну, пока так не написано, что принуждение, но, уже все, следующая неделя, понедельник, по четверг, будет, будет браться кровь, значит, на тела, а если берут кровь, значит, они будут вычислять, у кого есть антила, у кого нет, а если нет, то будут, вакцинация, там, и прочее, и это все будет, принуждение, 100%, уже это видно, в Москве все это уже началось, принудительная вакцинация, буквально руки выкручивают, то есть, штрафы по 300 тысяч, от индивидуальных предпринимателей, там, что такое, там, до миллиона, до, уже таких, на крупные фирмы, за то, что, то есть, стравливают людей, за то, чтобы это не привьешься, там, всякие в общепиты заходить, уже человеку нельзя, если у него не будет QR-кода, на то, чтобы он не привитый, или то, что у него есть антитела, то есть, мы видим, как то, что вот это событие, приближается очень быстро, вот, о чем написано в апокалипсисе, все это уже, вот эти все технологии, на 100% обкатываются, и мы, мгновенно все, то есть, Владимир, там, президент говорит, что не будет обязательно вакцинации, через две недели, буквально она начинается, Москва, если пошла, значит, пойдут другие регионы уже, поэтому, братья, тут сейчас особенно, мы, видать, мы не зря собраны здесь, здесь, я думаю, так, так, кто-то, если что-то хочет добавить, можете же сказать, поделиться чем-то, только камеру не забудьте включить, я вопрос хотел бы задать, давай, Анатолий, ну вот, практически по той теме, что прочитали, сегодня в храме, три молитвы было, коленопреклонных, первое, коленопреклонение, я тоже упал на колени, потому что вся церковь, упала, а вот вторую и третью, что-то я засомневался, потому что в воскресные дни, коленопреклоненные, молитвы, ну, запрещены, как будто, и вот я в таком сомнении сейчас, что надо было делать-то, надо было падать на колени, или не надо было? Надо было, надо было, это исключение, этот день исключение, потому что невозможно выдержать, Дух Святой сошел, что все падают на колени, ниц, это вот в церкви, правильно, в никакой день нельзя падать, а в этот день упасть надо, ну, ничего, что, теперь знать будешь. Ну, я сразу начал смотреть информацию, и получается, молитвы Василия Великого, коленопреклонные, и тут же, правило, там, канон запрещает, в воскресный день, и вот у меня такой, раздрай, стою и думаю, что надо или не надо, ну, ладно, понял, благодарю. Здесь, да, это вот я, проповеди, которые я начитал, и вот Иван Златоуст, и здесь мы прочитали, видите, там это все написано, вот Игнатий Тихонович проповеди я начитал, он тоже об этом говорит, что это делает, это тут исключение, и по-моему, еще какие-то дни есть, какой-то крест, то ли крестовозвиженский, не помню сейчас точно, когда тоже можно на колени встать, и в субботу, в Великую Субботу, тоже можно на колени вставать. Брат, можно слово? Да, Елен, конечно, включи только камеру. Да, сейчас. Так, видно мне? Да, видно. Так, ну, братья встретили, да, они вчера были на вечерней службе, сегодня Игорь Владимирович там, как всегда, со всеми правилами познакомил их, вот, с Анатолием, я так поняла, они уже успели пересечься во мнениях, так интересно, но сегодня очень было занятие такое, эмоциональное, сейчас уже выставляю, вот, посмотрите, интересно, так, ну, конечно, как всегда, не без споров, вот, и мы после, у нас сегодня холодно, вчера была жара, я не знаю, градусов 35, наверное, сегодня уже холодно, плюс 10, плюс 8 утром, плюс 10 днем, и дождик, мы решили поехать на благовестие, вот, это сколько нас, 5 человек было, Сергей с нами был, Тамара, вот, братья, я их привезла на площади Спартака, мы взяли маленькие Евангелия от Иоанна, ну, правда, они сектантские, там тоже, Николай смотрит, о, они же сектантские, Игорь Владимирович сказал, все нормально, мы положили, мы так поблагодарствовали, почему мы его ждем, вот, я, ну, не знаю, больше полкоробки раздали Евангелие, вот, интересно так было, Анатолий, он, я там подгоняла их всех, они все одеты и в куртке, а я что-то не взяла ничего, мне было холодно, поэтому пришлось всех подгонять, вот, ну, тоже сейчас выставлю, посмотрите, как мы там благовествовали, Анатолий тоже благовествовал? Анатолий с Тамарой, мы, главное, остановились, но остановились там, где нельзя было, ну, думаю, ладно, ну, там еще несколько машин стояло, вот, и что-то пока мы тут суетились, Анатолий с Тамарой куда-то ушли, и целый час их не было, мы говорим, вы где были-то, мы вас не сняли, ничего, мы благовествовали, а где вы благовествовали? Ну, там, ну, в общем, ну, мы тут втроем с Николаем, в основном Сергей там один, и мы вдвоем с Николаем, так получилось, вот, зашли в храм, там на площади Спартака есть храм Дмитрия Ростовского, там мы побеседовали и с охранником, и с, как их назвать-то, церберы, которые выскакивают и облаивают, от тебя, вот, одна прям женщина, она прям меня за руку схватила с такой злобой, а, ну, понятно, все, кто вы тут, ничего не, ну, все как обычно, тоже все на записи есть, надеюсь, есть, если ничего не повредилось, вот, все потом посмотрите, ну, начали нас выгонять, как всегда, снимать нельзя, кто благословил, вот, ну, потом вроде отступили, ну, охранник вроде ничего, сначала вышел, потом, ну-ка, дайте, говорит, не, это Евангелие, я почитаю, взял Евангелие, вот, ну, ничего, потом с нами сюда вышел, на улицу, мы говорим, да мы не собираемся не раздавать их в храме, мы просто в храм, ну, посмотреть, это, говорю, гости из Москвы, он просто посмотрит, вот, ну, нормально так побеседовали, охранник, так более лояльно с нами побеседовал, ну, вроде ничего, из эксцессов таких больших не было, ну, праздник троится, и как-то люди, когда с праздником строятся, они так это, то есть, Евангелие в подарок, они отворачиваются, когда поздравляешь с праздником, уже, уже как-то другое отношение, поворачиваются и берут уже, кто-то благодарил, одна женщина говорит, ой, а мне, говорит, надо это побольше, дайте мне, вот, мы ей дали, она поблагодарила, ну, вот так вот, но потом вернулись наши, потерянные, брат с сестрой, ну, и их немножко тоже погоняли, интересно, Анатолий такой, что вы меня, что вы меня, я говорю, ну, а как, что, давайте бегом, я говорю, тут замерзла уже, вот, вроде бы все, у них восемь часов, у нас сейчас полпятого, восемь часов у них поезд, они поедут втроем, потеряя вкус батюшка, но спасти Христос, но спасти Христос, тут вот спрашивает Юрий, да, разъясните, пожалуйста, про калинопреклонение подробнее, не знал, что воскресенье нельзя, у нас воскресенье на литургии перед причастием всегда преклоняются, а согласно канонам церковным, когда священник, когда священник входит в субботу вечером в храм, в этот в алтарь, по воскресенье, когда он тоже входит туда, вот, по канонам в эти дни запрещено делать калинопреклонение, потому что воскресный день, Христос воскрес, мы должны все стоять, это радость великая, по уставам еще, уставы есть, церковные, по уставам еще и в субботу запрещено, то есть с пятницы вечера, получается, до воскресенья вечера, калинопреклонные молитвы запрещены, но есть исключения на богослужении, это вот именно, вот в дни, когда вас, вот это святая троица день, вот в эти, вот сегодня были калинопреклонные, и перед причастием, и после причастия, вот когда выносят, перед там говорят слова определенные, и после, когда тоже он благословляет чашей, тогда тоже земной поклон можно делать, но в канонах ничего об этом не сказано, что можно, не можно, это просто так выработалось, если по канонам вообще никак нельзя, вот так по сути взять, потому что там не написано об этом, что это можно, но вот так порядок такой, что вот как бы можно в это дни, что как бы это тело Христово выносит, и тоже невозможно устоять, все падают, а коленопреклонные молитвы, ни дома, нигде нельзя, вот стоять на коленях, молиться там, во все остальные субботы, воскресенья, также от Пасхи до Вознесения, ой, до Святой Троицы получается, тоже нельзя, вот кто-нибудь сбросьте вот эти разъяснения, там кстати могут быть тоже и неверные размышления, правда я тоже встречал такое, что есть неправильно написано, да, так, ну братья, с сегодняшнего дня все уже можно, мы читаем молитву Царю Небесной, и так соскучились по ней, вообще, так в храме сегодня пели, что прям скучали, как бы его, видите, там вот эти 10 дней, как бы ожидаем его, Духа Святого, от Вознесения до Пятидесятницы нету, Святой Дух еще не сошел, и поэтому и не поем о нем, а вот теперь сошел, и теперь поем. Вячеслав, а ты можешь пояснить, а к чему-то эти березки сегодня? Да вообще ни к чему, я тут в проповеди Игнатия Тихоновича это смотрел, это у иудеев было к чему, там в день Пятидесятницы они приносили, вот мы же читали сейчас, снопы, то есть, не снопы, ну вот эти, колосья вот этих, все пшеницы, и да потрясти там должны были, то есть вот эта вся зелень должна, они приносили в храм в день Пятидесятницы, и это, видать, оттуда перешло к нам, а в данном сейчас у нас это вообще никакого значения, по сути, не имеет. А еще такой вопросик, у меня тут человек спрашивал, вот он венчался, а священник увидел, что он перед венчанием воду пил, и сказал ему прийти там через несколько дней, какие вот есть ограничения перед таинствами, именно там в пище, в питье? Ну, в этот день обычно там с вечера уже не едят, не едят, не пьют, потому что причастие же человек там принимает, тело и кровь Христа, и вот в церкви принято так, хотя это не по Евангелию, что натощак все принимается, но апостолы сами причащались, они все не натощак, на полный желудок, они Пасху, то есть вообще сытые были, Пасха до этого это не была, а потом Пасху Христос свою уже совершил, но в церкви уже так принято просто. И не есть, и не пить, да? Ну да, вообще ничего в рот не брать. Все, благодарю. Ну, так-то и вообще ничего страшного нет, если человек там что-то попил, на самом деле-то. Ну, священник запретил, и запретил, и все. Ну, братья, давайте еще, может, у кого к чем, кто чем поделится. В Потеряевку никто здесь из местных, кто здесь есть, не собирается, не из тех, кто со мной едет. Я с внуком поеду в августе. Да, 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 точно. Ты же говорила, Марина. Но мы не встретимся уже с вами, к сожалению. Да, к сожалению, потому что так отпуск у дочки совпало. Сейчас Максим с дочкой отдыхает, а потом со мной пойдет. Да. Так. Ну, поделиться больше некому, да, нечем. Вспомните, может, помолиться о ком-то надо. Ну, если ничего нет, тогда заканчиваем собрание. Все. На этом Я, можно, скажу? Да, давай, Дмитрий. Я, значит, работаю на объекте. Камеру. Работает, нет? Да. Работаю на объекте в начале недели на стройке. И, значит, первый раз я встретил мусульманина, который совершал намаз. Ну, он после обеда, я так понял. Потому что у них обед там был. И я первый день там много работ было, я до упора работал, как бы я не остановился. А второй день там поменьше, и я думаю, я вместе с ним помолюсь. И вот с ним говорю, я можно с вами помолюсь? Он говорит, вы, говорит, читать будете? Ну, как я? Я говорю, нет. Я говорю, христианин. Вот, в общем, мы с ним молились, там, ну, в комнату отошли, а там работягит, работают. И вот, значит, они не останавливаются. Вот скверные слова так и летят. То есть, они видят, что человек молится каждый день. и это их совершенно не останавливает. То есть, одно дело, когда там инструмент работает, я понимаю, а другое дело, когда ты уже, вот они прям, ну, там буквально, буквально дверь стеклянная, да, комнату разъединяет. Вот они курят, сквернословят. Такое отношение вот. Как-то даже, я даже не знаю, как это назвать. И все верующие, православные, в общем, только этим и хотел поделиться. До какой-то степени уже совсем опустились. Ну, вы продолжайте молиться. Посмотрим, еще будет. Да нет, я уже уехал с того, там два дня мы работали. Все понятно. Да. Такое ощущение, как будто, как в этом, как вот сегодня в храме. Это вообще ужас. Два раза бабушки замечания делал. Вот прям она села там рядышком, недалеко, и вот с одной сначала поговорим, потом с другой. И вот такой гул идет, вот как в храме, то же самое и там получилось на стройке. Только матом не ругались. Наверное. Я тоже постоянно, ну, сделаю замечание, ну, как, вот так показываю всегда. Разговаривать нельзя, нельзя. И особенно все это тем, кто давно уже в храме. Вот они всех разлагают просто. Сегодня она подошла и говорит, а вот я там храм строил, и все, и вот поэтому я тогда вот так привыкла, так что вот все, говорят, на службу, а я тут все по делам, тут хожу, строю храм. И говорит, Господь меня простит, что ну, хотя бы подошла еще после. А то, когда я в прошлый раз сделал ей замечание, она буквально за руку меня потянула, и прямо начала выговаривать мне вот в храме громко. Ужас. Вячеслав, можно еще небольшое объявление? Давай говори, говори, конечно. Наталья Чиркина, она в чат скидывала, Елена Чиркина скидывала, там просьба помолиться, вот у них, они погорели зимой, вот, и все, никак не могли печку эту сложить, и сейчас начали складывать, и, по-видимому, им, ну, финансовая помощь требуется, вот, помимо молитвенной. Ну, если есть у кого-то расположение, пусть сбросит, да, сбросит, сюда, пожалуйста, в этот, в главный чат, либо телефон, на который банковская карта, либо номер банковской карты. Ну, я скину, у меня есть карты. Скини, да, и там напиши, вот что, вот эта Елена Чиркина, у нее так-то, так-то, у нее... написала, большое сообщение тогда, в ответ скину, хорошо? Да, сюда прям, чтобы все это видели. И мы еще сбросим туда, в наши чаты. вот еще хотел поделиться. Брат Дмитрий рассказывал, рассказал случай, я вспомнил, у меня недели две назад приходили двое людей, людей, но потом-то я уже понял, что это мусульмане. И, значит, то есть, пришли в магазин, там покупают телефон, один ушел снять деньги с карты, а другой говорит, а сколько времени сейчас? Ну, там, с акцентом, конечно же. Я говорю, ну, что-то было там, может быть, без 25,5, что-то такое, по-моему. Он говорит, а можно помолиться у вас? Я пешил, но вообще не ожидал такой вопрос. Я не знаю, а у меня есть подсобка, и он как бы туда так показывает, а я, конечно, не могу завести, у нас везде камеры. Я говорю, ну, я не смогу вас туда-то пустить. А, ну, ладно, если, вы просто скажите, можно, можно, нельзя, нельзя. А потом я думаю, а почему нельзя-то? Я говорю, ну, можно, если не смущаетесь, вот здесь, в уголке встать. Ну, прямо вот, как, это у нас же там стеклянная стена, как магазин, как витрина. Я говорю, если не смущаетесь, вставайте. Не, не смущаюсь. И все, и там, в уголке встал. Ну, получается, для людей, которые вне магазина, это у нас торговый центр, он как бы на виду у всех. Ну, там, людей-то все равно не так уж много, но тем не менее. И начал молиться. Сказал, что три минуты, молился где-то, наверное, минут десять. Потом присыл его друг, который снимал. И меня спрашивают, можно? Я говорю, ну, конечно. И тоже рядом встал, и они оба там, ну, в одну сторону. Видимо, какая-то у них там определенная тоже сторона. и молились. Ну, и я смотрю, народу нету. Я тоже несколько поклонов сделал. Тоже помолился. Ну, уже отдельно. Не рядом с ними, а так, поодаль, получается. Ну, вот так. Интересный, интересный случай произошел. И потом, они когда закончили, я говорю, так, по примеру, Игнатия Тихоновича, я говорю, ну, у вас самое главное это намаз. Он, имшалла, имшалла. Я потом смотрю, имшалла вроде бы означает, как Бог, как Бог позволит, что ли? Я Бог. Что-то такое. Ну, вот. Я Бог. Спаси Христос. Ну, спаси Христос. Они видели, как ты помолился, да? Вот, они-то, наверное, не увидели, потому что я, мы как бы в разных концах, они возле двери магазина, а я-то у себя там за прилавком стоял. Наверное, они не увидели. Они еще так в уголке, как бы, за перегородкой были. Вот какой пример они дают. Даже в магазин заходят и молятся. да, но тем не менее, тем не менее, он там, пока мы разговаривали, он выругался. То есть там, так сказать, наивысшее, наивысшее восторг от, ну, от телефона, который он там покупает. Я говорю, не ругайтесь, пожалуйста. Ой, извините. Ну, и все, и больше руганий не было. Не ругань, сматерился, как бы. Вот интересно, да, что ты замечаешь. Если человек молится и вообще себя верующим показывает, то за ним все глаз да глаз, чтобы он где-то накосячил. Если где-то накосячил, все, все могут грешить, как хотят. Я заметил это. Это почему, если ты верующий себя олицетворяешь с верующим, ты лучше вообще не пей. Свинину вообще лучше не ешь. И вообще там, не открывай, чтобы у тебя ничего видно не было. Вот так будет открыто, все, неверующий посмотрит, значит, можно голым ходить. Это большая ответственность быть верующим. Ну, и по этим вот вакцинам еще тоже могу сказать, у нас на работе просто меня директор спросил, вакцинировался ли я. Я ему, правда, ничего не ответил, потому что он за вопрос задал и потом сам сказал, я вакцинировался еще в марте, а там у нас один из руководителей заболел, сейчас ну, описывает там состояние, что плохое, там температура скачет, и, видимо, вот это сподвигло уже так точечно сотрудникам задавать вопрос. ну, и это прошу молитв, как бы этого всего избежать. Будем молиться, до Бога уповать. Да. У меня есть еще, если все закончили. Давай, Павел. Несколько строк стихов, сначала несколько слов. А если возможно, с камерой. Так, сейчас пробую. Так. Все есть. Есть. Все. Несколько слов хотел сказать про вакцину. Можно всем просто отвечать, что лучшая вакцина это моя вера в Бога. теперь немного о себе. Вчера в лесу гуляя по таким узким безлюдным тропам массово попадались птенцы, выпавшие из гнезд. Это только, это вот просто как мы, как люди. И такие некоторые бесхозные, некоторые с родителями шарахались, некоторые вставали на крыло, пытались, а некоторые, видимо, выпали просто. Просто за один день птенцов, наверное, девять разных птиц видел. Есть поломанные крыльшки и такие они несчастные, такие они, как говорится, зависящие от воли, от своей уже мало зависящей, от воли высшей, что как такое сразу понимание такое пришло дополнительное, как нам себя над всем этим поднимать, над всеми бедами. и выходя уже из леса, я увидел целый ряд стройных березок, склонившихся, склонившихся поясным и земным поклоном к земле. И открылись стихи, сейчас я их зачитаю. земной и поясной поклон березок стройных лицезрея внезапно сто пятьдесят псалом воспроизводит умозрение, и вижу шесть стихов псалма, венчая предыдущих два, поют о Бога восхваленье и всевеличии Творца, любовь к Господу возносит, за милость славит нам в пример. Задолго до Христа рождения Давид осану Богу пел. Слова пророчества псалмопевец во славу Божию включал, ему пророку для евреев немало Дух Святой внушал. Царь в гимнах слезы о падениях, грехе изгнания проливал, и Бога до самозабвения в опокаянии призывал, небесного царя восславил за дарование побед над Голиафом, над врагами, за град Святой и за ковчег, им возвращенный иудеем, в намерении воздвигнуть храм, за огонь в нафана обличениях, когда от Бога отступал, но сквозь духовные потери Давид создал в наследство нам то наполнение Псалтыри, что демонам не по зубам, его псалмы, что строй бессмертных призывов, ангелов и сил из тьмы греха, ведущих к свету, к тому, кто в славе мир творил. Закончен. Аминь. Аминь. Отправь, пожалуйста, его в этот. Сейчас поправлю только, потому что аллилуйя. А вот здесь сестра спрашивает, в Библии написано, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайной, воздаст тебе явно. Ну, здесь я имею в виду, сестра, наверное, вопрос задает, что как бы, как так на людях, на людях молиться, раз говорится. Здесь говорится не о том, чтобы ты при людях не молился, потому что иначе у нас все богослужения при людях. Все, все, что есть. А как тогда апостолы вошли и молились вместе, пошли в храм молились? Они же при других они молились. То есть, надо все места Писания смотреть, чтобы вот это место понять. Речь о внутреннем, что ты должен так молиться, не на показ другим. То есть, что ты внутри содержишь, как бы внутреннюю клеть своего зайти в сердце и так молиться. А это может быть хоть где, хоть ты будешь стоять в толпе людей, везде. То есть, речь не о внешнем, не о том, чтобы ты там, это с чем ты молишься, с чем, чтобы другие у тебя видели, чтобы похвалили. А сейчас тебя никто не похвалит за это. То есть, или с тем, чтобы, то есть, ну, тайно, то есть, внутри у себя, ты перед Богом этот предстоишь. Ну, и посоветую посмотреть толкование Иоанна Златоуста на этот счет. Я вот начитывал как раз-таки тоже. Там это он описывает. То есть, видишь, и он говорит, когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Вот это важное самое. То есть, они это делают для чего? Чтобы показаться, то есть, ради тщеславия, показать, вот я какой набожный, вот и мы священники такие. И вот написано, истинно, говорю, они уже получают награду свою. То есть, они уже похвалу от людей получают. Да, и вот мусульмане, они могут так делать в связи с этим, конечно же. Но могут и не в связи с этим делать. Нам православу, наоборот, надо молиться на углах улиц, как наоборот. То есть, перекреститься, около храма ты идешь, перекрестись. Это проповедь, потому что. Не с тем, чтобы тебя видели, что ты какой хороший, а с тем, чтобы люди увидели, что верующие вокруг есть. люди, твердо. Потому что, один раз, я вот, просто я помню, еще когда был неверующим, я как-то вышел из дома, и вижу, женщина продает, там, вдалеке, продает этот, цветы. И смотрю, она что-то резко отвернулась, и перекрестилась, и поклонилась так ровно. И меня это так поразило, я думаю, ну, она на Бога уповает, она на Бога. Я пошел, сразу побежал, цветы у нее купил. У меня это так сильно, это как проповедь было. Я так, ну, как бы, что верующие, так меня это возгрело. Люди-то ходят, не знают же, что верующие, им дыхнуть негде. Они все думают, что вот в этом, как в тюрьме, вокруг все, все на этих условностях, бесовских, построено. Там все, чтобы что-то другу не подумали, чтобы что-то так было. А мы должны открыты быть, как есть. А у них что, вот мусульмане, у него в это время положен намаз, и где он есть, он там и молится. Ну, братья, все, если ни у кого нет, тогда заканчиваем. Нет никого, ничего сказать? У меня еще есть маленький вопрос. Давай, Илья. Приветствую вас, поздравляю с праздником. Расскажите, вот в стопоклонной молитве есть слова научи нас жить в бедности, никому не завидовать, вот, про жить в бедности, потому что, например, у Соломона, я читаю, он говорит, господи, не дай мне не бедности, чтобы не обозриться, и не дай мне богатства, чтобы не забыть о тебе. То есть, а здесь, как бы, мы говорим, что научи жить в бедности, вот, истолкуйте, пожалуйста, или прокомментируйте. Очень просто, Илья. Жить надо научить в бедности. Не бедность же мы просим, дай нам бедность, а жить в бедности, что если бедность нас подстигнет, мы могли в ней жить. Понял. Спасибо, Илья. Так, ну все, давайте тогда помолимся. Так, я можно изберу человека. Не слышно, видно вообще. Вот, только сейчас тебя стало слышно, Никит. Ага. Я, тоже о прививках сказали, я вспомнил. Вот Максим Степаненко, то есть, что я хотел первое заметить. Ну, и еще на десерт меня сегодня обрадовали, в кавычках, наши, православные. Встретился сегодня, случайно, с парнем, который недавно окончил семинарию духовную, киевскую, заочно, правда. Он как раз возвращался с храма, я спрашиваю, ну, как там было сегодня в храме, я был в другом, говорит, добрый был, добрый, людей богато было, все добрые. Ну, конечно, богато праздники, у нас люди праздники любят. Воскресные дни никто не знает, потому что Библию не знает, а праздники двунадесятые все посещают обязательно. И спрашиваю, ну, ты вот семинарий окончил, расскажи, что это сегодня за день такой, что он означает? Он так предзадумался, ну, это там что-то с законоборчеством связано. С законоборчеством. Человека понять ли, что Пятидесятница, это что-то связано с законоборчеством, это тот, кто закончил семинарию, то есть наши выпускники семинарии должны понимать, какой уровень этих людей достаточный для получения диплома или чего. Писать, читать, как, не знаю, как там в 15 веке, все, и уже грамотные. А то, что там Библию не знает, причем настолько такую ересь, конечно, как сморозить, что сегодняшний день связан как-то с законоборчеством, это было еще когда, в начале поста, можно было запомнить. И вот у нас весь народ, смотрю, везде, все ворота украшенные в деревне какими-то вот или цветами, или какими-то липами пообламывали, все утыкано кругом, красота такая, в магазинах везде все натыкано, и священники только рады, думают, вот хорошо, какой народ у нас православный, все вот с этим тюрьмевая освещает, эти камыши там тащат, везде продают, бизнес зарабатывают, а народ ничего не знает, абсолютная тьма кромешная, абсолютная глупость. Поэтому нужно изучать слово Божье и людям говорить об этом. Причем можно весьма строгой форме, потому что такие заблуждения, которые иной раз слышишь, они не могут в тебе не возбудить Духа Святого, который живет и любит нас до ревности. Да, спаси Христос. Надеюсь, меня слышно было. Спаси Христос, да, тебя хорошо слышно было. То есть, мы в рамках говорим, в рамках религиозного, вот этого верующего, там ничего не будем, потом, если что, тут напишем. Беречь себя никто не запрещал. В этих рамках говорим. Так, ну давайте тогда кто споет, может спеть достойно, есть якова истину. Хотя нет, это после занятий будет. Так, Илья, брат, можешь помолиться? Поблагодарить Бога? Да, мы будем. Поблагодари, пожалуйста. Господь наш Бог Киего, благодарим за то, что смогли пообщаться. Благодарим за то, что мы есть друг у друга, что ты нас собрал, Боже. славим Тебя за этот день, за милость Твою, просим нищеты духовные, просим того, чтобы мы смогли, уповая на Тебя, продолжать нашу жизнь. Дух Святой не оставит у нас. Соедини нас, пожалуйста, Господи, и будь с нами. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Аминь. В 14.00, как обычно, занятия у нас. Аминь. Спаси Христос. Слава Тебя, Слава Тебе. Слава Тебе, Продолжение следует...